Сочетание яркой зелени и желтой листвы выгодно смотрится в каждом инстаграме. Поэтому здешние дубы были свидетелями не одной сотни селфи. Популярным это место стало после открытия Петровского сада, особенно среди профессиональных фотографов. Оскара Индира Рахмедова считают, эти фотографии будут отлично смотреться в свадебном альбоме. Все стало намного красивее, прежде чем в том году. Многие друзья советуют к нам приехать именно сюда, потому что здесь даже фотографы. Мы настаивали, чтобы мы сюда приехали, потому что здесь красивый пейзаж. Петровский сад можно назвать небольшим дендрарием. Перед каждым растением таблички с названиями. Разное время здесь будут распускаться цветы и кустарники по берегам каменного ручейка. Небольшая лужайка трав, которая будет безусловно разрастаться. Даже сейчас в октябре она уже цветет. Это лаванда, шалфея, ирга. Там галька в сухом ручье, привезенная с берегов Каспийского моря. И взятая с берегов Волги. Парки проложили тропинки из гравия, поставили лавочки, живописные мостики. Место уже облюбовали студенты культурного колледжа, который находится неподалеку. Сегодня новые мелодии под кремлевскими дубами разучивали дамбристы. Три, четыре. Много родителей и бабушек, которые гуляют с детьми. Всю жизнь живем здесь, обустроили. Мы видим, сюда ходим на кружки с детьми. И видели, как обустраивает парк. Детям где есть погулять, отдохнуть, молодежь. К тому же Луизе есть где поиграть рядом. Тоже на территории Кремля открылась детская площадка. Она примыкает к новому экскурсионному бюро. Это деревянный сруб из лиственницы. Необычное здание в том, что оно полностью разбирается, как конструктор. Все из-за того, что на территории Кремля запрещено ставить стационарные объекты. Только восстанавливать старые постройки. Сруб является сборной конструкцией, не стационарной. Мы сегодня всем старались демонстрировать, что у нас есть специальная комната с насосами и другими приспособлениями, которые делают сруб автономными, без подключения к коммуникациям. И также огромное количество остеклений, которое использовалось тоже для облегчения сруба и нагрузки на саму площадку. Потому что фундамента, конечно, нет. В экскурсионном бюро можно не только купить билеты. Они, кстати, тоже необычные в виде открытки с видом Кремля. В экскурсионном бюро уже начали проводить занятия для детей, лекции, мастер-классы и экскурсии. Наталья Фомина, Игорь Нифиденко, Центр новостей.